Всем привет, это проект ОК Гуревск. Да, мы не сдохли, все нормально, мы просто снимали другие проекты. Кстати, их тоже можно будет посмотреть на нашем канале, поэтому подписывайтесь. Объехали мы все города в нашей области. Казалось бы, про что мы можем снимать, а мы будем снимать про людей. Я до сих пор убежден, что каждый человек, который мимо нас проходит на улице, представляет из себя очень интересную личность, наверняка есть какие-то интересные истории, может быть даже какие-то таланты. Про это и будет выпуск, все, мне кажется, нормально. Поехали! Каждый человек вообще, даже кто сейчас мимо проходит, интересен чем-то. Вы себя считаете интересным человеком? По логике того, что каждый интересен, да, я тоже. Какие-то таланты может у тебя есть, мало ли, истории? Не могу сказать каких-то талантов конкретных, но просто у каждого есть свой жизненный опыт, который он прожил, и этим каждый человек интересен. Какой-нибудь твой прям опыт, о котором ты можешь рассказать, что прям вот что-то интересное было из твоей жизни? И из Уфы переехал в 2016 году, поступил сюда, в морской колледж, для того, чтобы уйти в море, стать моряком. Буду путешествовать, буду развивать себя. Нет, буду возвращаться с точки в точке, гражданин мира. Я считаю, это единственная правильная, как бы, жизненная позиция. Ты кочевник из Уфы, получается? Да, башкиры, они издревле кочевники. Это не татары, которые там всех загнобили когда-то. А что из Уфы переехал? Там тебе не понравилось? Чем там все занимаются? Хобби у молодежи, это пойдете в подъезд, выпейте пиво. Если компания говно, вы еще найдете, кому по лицу надавать. Ну, а здесь, естественно, люди такие живут в своих розовых очках, как бы. Ну, потому что, по понятным причинам, уровень жизни выше. Здесь люди открытые, как бы, они могут рассказывать какие-нибудь истории своей жизни? Да, конечно. Рассказывают, но я их не расскажу. Потому что ты из Уфы. В Уфе все закрытые, блин. У тебя друзья здесь есть? Может, у тебя девушка есть? Жена может, и дети может. И уже все, уже, короче, меня тут конкретно так связали. Некоторые Узы, там, дружбы, любви. Может, поэтому ты и кочуешь, ты находишь девушек, делаешь детей, а потом, типа, не-не-не, типа, и свалил в другой город. А ты представь, я еще в море хожу, мы там в порты заходим, в каждом порту по новой жене. Так говорил, историю нам не расскажет. Интересно. Все почти выдал. Да, да, да. Последний вопрос. Как думаешь, много людей еще носят такие джинсы широкие, как ты? Ну, я думаю, немного, поэтому я их и ношу. Вот твой талант, вот чем твой талант. Да, да, оригинальность должна быть в каждом человеке. Что-то было в жизни такое интересное у вас? Прям вот вы вспоминаете, прям такой какой-то всплеск, что-то такое необычное. Было. Организовал выступления, рок-концерты музыкантов. Была жизнь насыщенная. Такую творческую личность, можно сказать. Если насчет творчества, то я пишу стихи, но нет широкой оценки. Может быть, от трех каком-нибудь, помните, самый яркий? Нет, к сожалению, сейчас не прочту наизусть. Может, и чужое что-нибудь прочесть, а потом мы скажем, что это ваше. Чужое? Да. Недавно было 29 мая, День Победы всех для нас. Для меня не загадка, их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся. Извините, что цел, я случайно, случайно вернулся. Ну, целиком меня не будут читать. Это Высоцкий. Это Высоцкий. Как вы думаете, много ли зрителей поймут, что это стих Высоцкого? Если вот мы скажем, что это ваш стих. Ну, человек, я думаю, 40-30. Как вы думаете, вообще, вот сейчас, нынешнее время, вообще, как сделать так, чтобы поэзия вновь стала популярна? Поэтический клуб в Калининграде, по-моему, Лос Поэтос, он, наверное, в курсе. Не знаю. Да. Многие распались, все ушли чисто в свою личную жизнь. Вы тоже ушли в личную жизнь? Я, к сожалению, не смог уйти в личную жизнь, я просто один остался. Все друзья распались, а я, как Робинзон Крузо, остался. Может быть, найти свою пятницу на этом острове? Стараюсь, стараюсь, пока не получается. Может, вместо школы поэзии открыть школу пикапа в Калининграде, где бы учили, как нужно знакомиться с девушками? Знакомиться с девушками надо учить со школьной скамьи. Может, какой-то даже новый предмет ввести? Да. Секс-просвет. Секс – это основной, как бы сказать, для человека. Мне кажется, у вас сегодня такое немножко игривое настроение. Мне кажется, у вас сегодня обязательно будет секс. Может быть. Да? Может быть, куда-то схожу, в какой-нибудь клуб, оторвусь. Да, но только не в клуб поэтический, там вряд ли получится оторваться. Ну, да. Вы как считаете себя интересным человеком? Обычный человек. Обычный? Я так считаю. Какая-то, может быть, интересная история, может, какая-то происходила с вами, что-то такое необычное. Считаю, что я пою на шести языках мира. Вы поете на шести языках мира? Да, и сам сочиняю музыку. И говорите, что вы неинтересный человек? Самое крутое, что прям вы умеете петь. Маленький фрагмент. И так далее. Хотелось бы и так далее тоже услышать. Сейчас, видите, у меня горло немножко не тонло. У меня любимый певец от Носков. Вы же знаете эту песню. До припева чуть-чуть не дошли. На английском, может, что-нибудь. Что-нибудь такое классическое. Недавно фильм был этот про богемское рапсодио. Представляете, если вы еще и Квин умеете петь. Это вообще же сумасшедшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Тот же самый. А я, ну просто я такого вида неадекватного. А какого вида, как это называется? Скажем так, я люблю быть неадекватным. Ну, народ, о, нифига себе, поехал. Ну, вот так вот. Ну, поехал, в смысле, на велосипеде, а не типа поехал. Товарищ, вот, нет, да, да, да. Может, у вас есть какие-то увлечения, помимо работы? Наверняка вы как-то отдыхаете. Ну, скажем так, увлечения у меня в музыке, это рок-н-ролл. Я могу слушать Айвеса Пресли, и также могу слушать... Бузову, нет? Нет, нет, Бузову я не буду слушать, я обрыгаюсь. Ну, это... Хотя это будет неожиданно, опять же, люди... Гумно. Это гумно. Нет, ну представьте, вы обрыгались, люди такие пальцем показывают. О, ничего себе, не как все. Нет, 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 это... Не надо эти имена называть. Гумно, это гумно. Когда поет Магомаев, у меня мурашки по телу идут. Ну, когда поют вот эти ребята, которые там пытаются что-то спорить... Все те, кто захотят хоть раз скопировать Магомаеву песню... Не надо копировать, не надо. Не копируйте, пожалуйста. Не надо копировать. Вас можно копировать? Да ради бога, пожалуйста. Серьезно, если увидите такого же человека вот сейчас прям, с такими усами, с такими очками, ничего у вас не ёкнет в сердце, скажет, ах, скопировал. Один раз увидел я дядьку с такими же усами, но они у него были пушнее. У меня прямо... Обзавидовались. Блин, обзавидовался. Вот реально, реально обзавидовался. А музычка какая у вас сейчас играет? Какую-нибудь такую самую бодрую мы вас проводим с музыкой. А я не помню, даже не помню, что я... Не дай бог Бузова будет. Не Бузова, не Бузова. Самое главное. Бонни-Эм. Бонни-Эм. Все, с Бонни-Эм мы вас провожаем. Клочком. Распутин. Распутин. Спасибо. Молодцы, да, нас смотрели вас. Смотрели? Да, мрикень, мама подсадила. Здорово. Мама подсадила? Нас смотрят ваши мамы? Мы смотрим вас, да. Вы вообще, вот как считаете, вы интересные люди? Интересные люди? Конечно, интересные. Все люди интересные. Чем вот ты интересен? Умный, красивый. Ты еще и лысый. Ты не лысый, нет? Нет, я не лысый, я нормальный. Ты нормальный? Я не лысый, я нормальный. Чем хотел бы заниматься? Мечта, может быть. Я хочу раскрутить свои. Химчистка, праздничный, акваблеск. Ты должен так, где-то должен химчистка, автаблеск снять. Кепку типа. Давай, сделай сейчас интересный, так рукой типа. Мы придем. Опа. У тебя по-любому есть какая-то история самая жесткая. У нас есть история экшенская, но она... Расскажи, ну это не для людей. Для людей, для кого? Для животных, давай. Собаки сварят нас, для собак, давай. Мы вырежем ее. Вырежешь? На самом деле нет, ну пожалуйста. Ну два друга у меня ехали в машине. Так, один улица был, другой как бы рядом. Да, да, да. Но менты, говорят, останавливают нас, а мы не останавливаемся. Уезжаем, убегаем, в итоге нечаянно врезаются ребята в трубу, короче. Машина в хлам, ребята выбегают, давай бежать. В трубу один входит, встает, оборачивается, начинает бежать. И второй в трубу так же входит. И менты сзади, ДПСники, бегут за нами, ржутко. Они в трубу тоже? Не, не, не. Они так отбежали. Супер. Спасибо. Можно свои два слова ставить? Знакомы с ними? Нет, нет, нет. Тогда мы вас отпускаем, ребят. Можно сфоткаться? Короче. Все, пацаны, все, спасибо. Я просто телку хочу найти, можно ли мне кафе? Давай, конечно, давай. Так, короче. Танюха, если ты меня видишь, просто позвони, мать, заебал, реально. Я тебя по всему городу уже ищу, блядь. Если она позвонит, что будет? По парку погуляем там. Потом что после парка будет? Винца попьем. После винца что будет? Блядь. Мы же придем по-любому к этому, ты же понимаешь. Мы что, канальчик на ютюбе? Ну там пока качество хуйня, я еще не разобрался в этих всех. Про что снимаешь? Да просто про жизнь хуйню всякую несу. Чем вот ты отделяешься от других друзей? Типа вот ты умеешь, а другие не умеют. Все мои друзья работают, а я сейчас проебу скажу. Это талант, это, кстати, очень классный талант. Капец, нам тебя запикивать придется. Опа, ребята, мы вновь на том же самом месте, откуда начинали снимать этот новый выпуск. Нет, не будет сейчас шутки про то, что в Калининграде быстро меняется погода, поэтому мы переоделись. Дело в том, что мы решили поснимать два дня, потому что хочется, чтобы этот выпуск был клевым. Тем более, сегодня в городе прошли последние звонки, так что на улице будет очень много выпускников, с которыми мы, может, на эту тему тоже пообщаемся. Продолжаем работать. Во-первых, мы вас поздравляем. Сегодня ваш праздник. Что вам за 11 лет понравилось? Столовая. Пить вино в столовой. Что пить? Вино. Я сейчас чувствую даже что-то. Ты сейчас не из столовой идешь, нет? Нет. Реально прям можно было пить вино в столовой, прям продавалось там, меню было. Нет, тихаря. Вот вы выпускаетесь из школы, что-то у вас в голове есть, или за 11 лет вам ничего практически? Нет, вообще ничего, серьезно нет. Даже вообще понимание вообще кем, что, куда будешь поступать? Я думала Вран Хиггс, но я не знаю, я ничего не знаю. Ну, судя по тому, что Вран Хиггс, действительно, все очень сложно, видимо. Какие-то таланты у вас есть? Какие-то, вот, допустим, ты, чем ты интересна? Я красиво танцую и пою. Спеть песни? Ну, или красиво танцевать. Танцевать я сейчас не буду, я вина выпила. Давай, спеть. Вина выпила? Ну, да. Ну, конечно, ты знаешь, давай. Я знаю. Я пою? Начинаю. Давай. Да? На баре-сине мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дофига. Ты не так спела. Почему? А там что поется в этой песне? Ну, там... Ну, вы же телеканал какой-то, да? Нет. Нет? Нет, на YouTube. А, ну, да хуя. Расслабься, нормально. Ты уже выпустилась, что бояться? Рады или, наоборот, грустно вам от того, что вы заканчиваете школу? И грустно, и рады. Давай вспомним какое-нибудь классное самовоспоминание за 9 лет, чтобы доказать, что у вас была такая прям яркая школьная жизнь. Как это? Купались сегодня в фонтане. Прямо сегодня. В центральном парке в фонтане. Прямо полностью разделись, купались или как? Нет, в одежде купались. В одежде, да? Потому что 9 класс, да, пока? В 11-м уже можно. Почему у некоторых красные ленточки, а у кого-то синие ленточки? Как это? Все дальтоники. Такая тенденция пошла, что все-таки взрослые, да, в 9 классе. Сколько вам лет, если не секрет? 15. Мне 26. Получается, 26. Если вам 15, через сколько вы, получается, подогоните меня по возрасту? Через 10 лет. 11. А? Через 10 лет, получается. Ты через 11. Через 10 лет сравняемся, да? 15. Ну вот именно. А, ну и возрасту 26. Я тебе 15, не 26. Да. То есть, сравняемся по возрасту через сколько? Да, 11 лет. Все, давайте, удачи вам, ребят. Сегодня праздник? Да? Или не праздник? Праздник. Да, праздник, праздник. Но грустно. Почему? Расставаться грустно. Вы расстаетесь? А, нет, типа по школе расстаетесь. Он уходит. А, по школе? Да. Подготовила вас школа к жизни? Нет. Серьезно? Нет. Не не подготовила. Подготовила только учение разговаривать. И все. Да. Учение разговаривать? Да. Но не подготовила? Не подготовила. Давай вспомним какую-нибудь лютую самую историю, самую дичь. Как моя одноклассница, моему однокласснику с ноги в лицо дала? Да. Это сегодня было на последнем звонке? Нет. Во время вальца? Как оно ударило? А на физкультуре, он ее разозлил. Что он сказал ей? Один мат, некрасивый. Бывает красивый мат? Нет. Какой красивый мат? Например, ты... Красивый мат, внимание, красивый мат. Красивый мат, конечно. Сучка красивая. Сучка, это не мат. Это литературное слово. А, извините, конечно. Давай, давай. Красивый мат... Не существует красивых матов. Нет, нет, это должен быть какой-то. Блин, когда... Ну, конечно, да, но... Да не, но... Красивый, надо просто интересно красивый. А так... Ну, маты есть, но не буду афишировать. Ну, может, не у нее спросить, конечно, она тоже... Я уже не понял, на какой это вопрос отвечаю. Выпускники очень взросло выглядят. Вам сколько лет? Вот вам сколько лет сейчас заканчивают? Мне 14. 14? Мне 26. Через сколько лет, получается, мы сравняемся по возрасту? Сколько? 26. Тебе 16. Ну, 10 лет. Через 10 лет. Все, отдыхайте. Какие планы? Куда пойдете? Мы сейчас будем учиться. А, сейчас будем кататься. Сейчас, сегодня что будете делать? А, сегодня будем... А алкоголь будет алкоголь? Конечно, будет алкоголь. Уже был? Да. Конечно, уже был. У нас уже там ребята уже никакие сидят, уже все... Лежат. Уже... Лежат уже. О чем мы хотим поговорить, о чем мы снимаем выпуск? Об интересных людях. Вот вы считаете себя интересным человеком? Я считаю себя не просто интересным человеком. Я считаю себя как человеком, который продвигает добрые мысли до людей. Например? С автобуса сходит человек, сзади него идет старенькая женщина. Да. Ну, не сложно же подать руку ей? Не сложно. Не сложно. Ну, почему это многие не делают? Сложно. Сложно. Все. Рука выверхнется? Не, не сложно. Сложно психологически? Сложно. А почему этого не учат? Не сложно? Ну, я думаю, что вот именно в этом мой смысл жизни. Ну, это сложно. У вас есть какие-нибудь таланты? Да. Какой? Шара. Фартовый человек? Да. Когда в последний раз вам прям так нереально просто фартанул? Мне всегда везет. Я очень красиво играю на бильярдном столе. Я один из десяти лучших игроков Советского Союза. Люди приезжали мне, платили за то, чтобы я с ним играл. Сколько мне нужно вам заплатить, чтобы сыграть с вами? Много. И эту цифру определять на камеру никак не могу. Короче, бесплатно с вами ни при каких обстоятельствах нельзя поиграть? Не-не-не, ну, я могу сыграть, могу сыграть. Но вы не будете стараться. Ну, я стараться не буду. А вот этот велосипед мне подарил священник. Святой велосипед? Да. Сыграли бы с ним бильярд? Я с ним не играл на бильярде. Если бы просто пофантазировать, если бы сыграли бы, как думать, победили бы его священника? Он тут с Божьей помощью играл бы. Победил бы. Победил бы, да. Шара, она везде шара. Друзья, я говорю финальную фразу. Это значит, что выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал. Там будет очень много интересных форматов, новых каких-то видосов. Поэтому все там будет интересно. Окей, Гури, мы ни в коем случае не забрасываем. Поэтому пишите в комментариях. Приглашайте нас по-прежнему на какие-то различные движухи. Мы обязательно приедем или не приедем. Может быть, какие-то интересных людей вы знаете. Напишите. Мы с ними тоже встретимся и пообщаемся. Все, пока.